Это были 90-е годы, когда все думали только про деньги, все события поставили столько денег. И идея была такая, вот так же как было с Олимпийскими играми, давайте Олимпийские игры, Петербург, денег будет много, это проиграли. Так и тут, вот культура столицы, а вот еще никто ничего не сказал, почему нам не дают деньги, мы культура столицы, как-то так пьелось, что это стали говорить из инициативы вполне такой гибкой, это такой штамп, причем все время он дальше выливался в то, что вот мы культура столицы, как-то быстро стали, а почему деньги не дают, а почему нас унижают, почему нас что-то, что-то и так далее. Это совершенно непродуктивная идея, мы Петербург, и ничего тут особо не надо говорить Петербург, Ленинград, Петроград, то, что мы генерируем культуру и никуда она не денется, потому что никуда не денется, это другой разговор. Сегодня у нас выпуск, посвященный Санкт-Петербургу, городу, которому исполняется 317 лет в этом году, и первый вопрос, который я хочу задать. Вот несмотря на то, что мы все, некоторые из нас уже давно не живущие в этом городе, все равно считаем себя петербуржцами и чувствуем вот этот какой-то специальный дух, что ли, с которым мы родились и который мы продолжаем нести, даже если мы живем в другом городе. И чувствуем какую-то вот эту особенность свою. И мне кажется, все абсолютно, даже кто уехал и долго не живет, все равно вот в нем живет какое-то вот это вот чувство особенности. Вот я бы попросила наших гостей прокомментировать после того, как Татьяна Никитична представит их. Очень хорошо. Значит, саму себя мне представлять не нужно. Пойду по порядку, как я вижу их на экране. Значит, мы видим вот Иван Никитич Толстой, мой брат, собственно. Я его буду называть Иваном. Он старый петербуржец, а теперь проживает в Праге в основном, где он и объясняет местному населению, как несравнимы ни с чем петербуржцы истинные. И местное население должно его внимательно слушать. Далее мы видим Анну Север. Она тоже истинная петербурженка. И она сейчас, она многостаночник, в том числе и писатель. А сейчас она водит по Петербургу исторические экскурсии. И лекции читает. И лекции читает. Вот. Так что она Петербург видит немножко с другого ракурса. Очень интересно будет об этом послушать. В частности, значит, как вот люди воспринимают это и как вы сами воспринимаете Петербург. Он для вас что? Он какого цвета? Он на уровне какого этажа вами воспринимается? Это все вообще большая тема. Потому что есть город низов, есть город середины, есть город крыш. И там все украшения. Вот сегодня или вчера на Кирочной все балконы обвалились, например. Да. Все сразу. Все сразу, да. Все шесть этажей. Шестое валилось на пятое, пятое на четвертое, эффект домино. Вот. А я помню на Петроградской, значит, на площади Льва Толстого на одном доме было написано «Осторожно, возможно, падение архитектурных деталей». Да, да, да. Вот такое, да. Вот. И, наконец, главный петербуржец, можно сказать, директор градообразующих предприятий петербургского Михаил Борисович Петровский. Сама фамилия, которая имеет отношение к Петербургу, полная. Здравствуй. Спасибо. Вот такие, значит, у нас гости. И, может, кто-то хочет первое начать и что-то сказать, милостепросим, потому что, какого конца не начнешь, все будем воспевать. Наша прекрасная берлога наша замечательная. Петербуржца характеризует скромность. Он не вылезает первым. Хорошо. Так, сейчас будем отстреливать по очереди. Я даже подумала, вот, Михаил Борисович, вот у вас такая тоже градообразующая фамилия. У меня такая мелькнула мысль, что хорошо бы вообще на такой передаче назвать народу с градообразующей фамилией. Например, Петросян у нас есть, совершенно замечательный фотограф, который фотографирует Питер. И еще как фотографирует. Но я непременно его как-нибудь позову. Но для нашего формата, когда мы не можем показывать фотографии, мы же не телевидение, которое это может делать. Мы показываем только человека. А вот его труды показать не можем, к сожалению. Не, на самом деле можем. Зум позволяет демонстрировать экран. Ну, плохо. Плохо получается. Плохо получается. Вот. И, например, покойный композитор Петров, Андрей Петров, тоже была истинная петербуржица и фамилия соответствовала. Ну, я даже не знаю. Я знал одну эмигрантку из Литвы. Петрускина она была. Поскольку Петр – это камень, то все Каменевы тоже, понимаешь? Да. А заодно Зиновьев и Троцкий. Нет, Зиновьев и Троцкий не подходят, а Каменевы подходят. Петр. Каменевы подходят. А все, так или иначе, негодяи-преступники в американских фильмах, все то Петерсен, то еще что-то такое, в общем-то, сомнительные личности, они вот так. У них это универсальная фамилия. Но, тем не менее, Зиновьев, я тогда хотел бы вам дать слово, в первую очередь, как городообразующему. А кроме того, вы директор… Спасибо, действительно, городообразующий. Так, вы еще председатель… Да, я президент Всемирного клуба петербургцев, который создал Никита Алексеевич. И, на самом деле, это очень… Слышно меня, да? Да, да, да. На самом деле, это очень такая важная история петербургская. Клуб петербургцев был создан во время такого марафона, полушуточного, связанного с Петербургом, Ставал Собчак. И тогда Жванецкий, который создал клуб одесситов, предложил создать клуб петербургцев. Ну, вот такой, вроде, клуб одесситов, такие хохмы, веселенькие и так далее. И довольно быстро из этого превратилось, сначала Никита Алексеевич, в серьезнейшее учреждение, потому что он организовывал съезд тогда соотечественников в Москве, клуб петербургцев, всякое такое. И вообще стал таким объединением общественным, очень даже серьезным. Не без шуток, но совершенно другим, совершенно не одесскими, не одесситскими. Это, думаю, такая петербургская линия получается. А что действительно все люди… Петербург – город, который любят все. Это такая особенность. Вот можно любить что-то, и Петербург тоже. Так очень много людей. Это город, который уже сам может определять, вот его там любят или не любят. И, думаю, что есть такие критерии, по которым определяются вот эти петербургцы, да, вот такие в душе, в сердце. Один критерий – это то, что он очень должен понимать, что на земле была одна столица, остальные просто города. Вот эта, так сказать, формулировка должна быть. А второе – понимание того, что город, вообще-то, проклятый разными пророчествами, стоит на болоте, будет утонуть в любой момент. И для того, чтобы он держался, его должны любить. Люди, которые в нем живут, они должны его любить. Тогда он будет держаться на поверхности. А чуть вот эта любовь, мысль, идея кончится, то он сразу тогда может начать тонуть. Вот сочетание этих двух – это, на самом деле, такой тип лозунга нашего клуба «Петербургский». Для чего мы вообще собираемся? Держим его. А вот сочетание этих двух вещей, я думаю, и дает то ощущение петербургца навсегда, петербургца, который давно не живет в Петербурге, петербургца, который не родился в Петербурге, а живет в Петербурге и так далее. Это такая очень интересная формула, которой нету в других городах, мама. Нету, безусловно, нету. Вы знаете, можно я так продолжу тогда дальше про ощущения? Я когда была маленькая совсем, я очень жалела людей, которые… Ну, тогда город назывался Ленинград. Очень жалела людей, которые не в Ленинграде. И только про москвичей думала, ну ладно, москвичи, у них хотя бы столица. А все остальные, как их жалко, думала я. Я тоже так думала. Да-да-да. Я потом уже, когда мы стали старше с друзьями, как-то вот в интимных разговорах выяснилось, что очень у многих было такое чувство. И чтобы никого не обижать, я обычно это скрываю, но на самом деле я плохо представляю, как это не жить, не быть в Петербурге. Хотя пришлось пожить, папа военный врач, поэтому в детстве пришлось поездить, но Петербург – это была, Ленинград – это была всегда далекая, прекрасная родина, счастье. Да. У меня такого не было, потому что я, ну, собственно, в Ленинграде жила, и все было привычно. Мне казалось, что Москва – это что-то необыкновенное, особенно такое сияющее, светлое, что у нас тут небо все время хмурое и серое, и вообще это такое, как ватник. А в Москве, естественно, все сияет. Пропаганда, пропаганда. Сейчас мы точно перейдем на Москву, да? Нет. В Петербурге, давайте про Петербург. Дело в том, что, понимаете, вот пророчили Петербургу быть пустым, а вышло наоборот, опустела-то Москва. Нет Москвы, все, ее разрушили, товарищи. Юрий Михайлович, и тут еще добавляет Сергей Семенович. Сергей Семенович построит, но он все строит парочки с лампочками. Он как бы идет в духе Александра Третьего, вот этой дорогой. Знаете, у меня ощущение, что московская история – это как Феникс, все время разрушаться и восстанавливаться, это ее нормальное состояние, она такой другой город. Она другая все время. Это правда. Во-первых, ее соревнушали. И уж теперь, если Юрий Семенович ее мощно разрушил, в результате она стала мировым мегаполисом. Если бы Юрий Семенович не разрушил, не сделал себе большие дороги, то Москва бы задыхалась, у нее не было таких. Это теперь у нас, нам кажется, у нас с узкой улицы. У нас были такие нормальные улицы, проспекты. Абсолютно правда. Москва – город, которому ничего не страшно. Там можно разрушить, построить новое. У нее такой характер, что она сгорит и встанет, видишься другая, но все равно Москва. И что там не строится, все равно как так вписывается. Ну, один только крем, посмотрите, что это такое за черт и что там. А Петербург – это четкая формула. Вот четкая формула, как иероглиф, да, его сложно… То есть в Москве идут перемены, пошлость даже какая-то, перебор с отсутствием вкуса. Она как-то это все в себя впитывает и перерабатывает. А Петербургу абсолютно не идут в центре нововведения. Он отталкивает, отторгает. Они до сих пор все смотрятся, как искусственные зубы, плохо сделанные. Вот то, что в последние годы появилось в центре, вот не идет ему, он отторгает и все. Формула. Вы знаете, я много лет не жила в Петербурге, и потом приехала и поняла, что город не меняется вообще. То есть вот там я четыре года еще не жила в Москве. И когда вернулась буквально через четыре года, стало ясно, что Москва изменилась полностью. А Петербург вообще вот за последние 10 лет. А вообще вы видите, как он меняется? Ну то есть что-то же происходит, наверное, что-то же строится. Да, да, вижу. И я, конечно, ну, наверное, я на такой радикальной позиции стою, лучше ничего не трогать и не менять. Я понимаю, что должны быть те, которые хотят перемен, и те, которые радикально против перемен. Ну я про исторический центр говорю, который у нас, слава богу, огромный. Практически от Выборгской до Обводного – это такой огромный исторический центр, который мы получили, и желательно бы его максимально сохранять. Я вижу, как меняется, я вижу, как исчезают после не очень лучших, не очень хороших реставраций изящества лепнины, когда она упрощается, ее узор, когда колировка зданий вызывает какие-то вопросы, когда появляются стеклопакеты, когда вдруг появляется новый какой-то полированный керамогранит. Вот на первом этаже, про что Татьяна Никитична говорила, когда ты вот идешь, и первое, что видишь, это вот вместо такого дикого камня, да, вдруг появляются вот эти на нижнем этаже, вот этот керамогранитик дешевенький. Это ужасно, не идет к Петербургу. Я за то, чтобы он свое историческое центр сохранял. Кто-то готов к переменам, где-то будет, наверное, истина. Но я за то, чтобы были такие, как я, которые будут требовать его максимально сохранить, какой есть. Ну, я так, моя позиция. Прежде чем я попрошу Ивана Никитича прокомментировать, я должна сказать, что там действительно произошло вот что, в смысле несбережения центра. Дело в том, что раньше, когда ты едешь по набережной Невы вдоль летнего сада, вот в эту сторону Смольной, вот так вот, то Выборгскую ты практически не видишь. Там какие-то немножко краснокирпичные, как ему полагается, такие пролетарские районы, их почти не видно. А ты вот через эти перевалы, значит, через канавки в этой красоте как бы летишь. Ты летишь. Самое красивое место в мире. И теперь ты вынужден во время этого своего полета, ну, во-первых, возраст не тот, ты уже не летишь, а прямо, скажем, подскакиваешь на этих там канавках. Ты видишь этот кошмар, этот новорусский новорот, который они построили на Выборгской стороне. Кто выше? Давай еще, давай еще. И это все, главное, омерзительно сверкает у них, у них какие-то полированные окна. А ухта! Да, это. Ухта, это уже не Питер. Это уже, да, это что-то, не знаю, мы что вообще. Но тут мы, дело в том, что вот этот самый пейзаж есть часть исторического нашего... И небо, и небо над ним, то есть небо, вот оно должно быть. Конечно, а теперь это все вот задвинуто. Если мы все привыкли, все до единого привыкли к телевизионной башне, бог с ней, ладно, то вот эта вторая башня, которую нам поставили, хорошо, что отбили ее от охты, но она все равно таким страшным призраком встает. Она в центре теперь видна, Петропавловск, вид на Петропавловскую крепость как раз теперь она таким. А я уже, знаете, о чем жалею? Да здравствуй, туманы, туманы наши. Да, 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 прекрасно, я люблю, когда едешь, и ее не видно. А я ужасно, знаете, о чем жалею? Помните синие малированные таблички названия мостов? Их заменили на ужасно типовые, страшные, простецкие. Я ужасно страдаю по тем старым. По поводу башни, ведь... Миров домов, название учит, мостов, синие, белое. Каким образом тогда он может развиваться? Что-то у нас... Нет, сейчас вроде все нормально. Город? Да. Да, немножко пропадал тут. Ну, это был вопрос про башню, про башню. Вот очень многие против этой башни. Вопрос мой, собственно, в том, каким образом тогда может развиваться город? Все равно же он должен отвечать каким-то современным... А в Брюге есть какие-то башни? Я не помню огромные примеры. Нет, у Брюги это не центр все-таки важный экономический. Нет, у Брюги. Нам надо с Веной равняться. В Вене есть. Вена, да. Увы. Да, но все-таки... Да, Вена... Вы знаете, я... Что, о чем сожалеешь? Вене нет водных красот, как у нас. У нас вся красота построена на этих небах бесконечных. Невы, рукава Невы и острова. И это пейзаж. Мы же Неву не перегораживаем. Ну, правда, вот эта ужасная дорога, которая построена, значит, которая ведет ту туда, в новую деревню. Перегородили. Да, это перегорожено. Это перегорожено. Вы знаете, мне ужасно жаль и то, что... Хорошо, центр. Есть огромное-огромное количество новых, то есть, районов спальных. Но ведь и там, вот там как раз был бы возможность и градостроителям, и застройщикам делать что-то новое, суперсовременное. Но там же нет ничего. Страшные некрасивые районы, с некрасивыми такими домами. Никакой технической там игры разума нет. Просто огромные дома. То есть и окраины района, которые можно было бы развивать супертехнологично, с чем угодно. Сейчас много урбанистических идей. Они же тоже просто типово застраиваются, бывшие пустыри застраиваются огромными, безжизненными. Это в одном мире так. Это уже все, к сожалению, мировая проблема, чем они застраивают. Нигде, никакие окраины во всем мире не представляют никакого интереса. То есть, конечно, архитекторы, которые там видят какое-то воплощение своих идей, а людям от этого плохо и дурно. Иван Ильич, сейчас как и Иван Ильич спросить, а то он задумался, живет в самом красивом тоже городе Европы, Праге. Ну, почти в самом красивом. Красивым очень, но немножко провинциальным. И петербургская провинциальность, точнее разговоры о якобы петербургской провинциальности меня здесь смущают так же, как смущали всегда. Меня раздражает то, что говорят о Петербурге, что это провинциальный город. И мне хотелось бы услышать, кстати, мнение сегодняшних собеседников, что они думают о провинциальности Петербурга. А о башне я вспоминаю, когда вот Татьяна сказала, что есть надежда на петербургские туманы, что ее не будет видно, когда рассматривался проект знаменитого Дворца Совета, который должен был, в Москве, который должен был быть высотой 300 метров, и сверху должна была стоять статуя то ли Ленина, то ли Сталина. Ленина, конечно. Ленина, Ленина. Высотой еще 150. Почему этот проект не прошел? Потому что кто-то сказал, и представьте себе, что из-за низких туч над городом будут видны только башмаки и львича. Выше уже нет. И так вы поняли, действительно, гневить не стоит. Как-то эту Газпромовскую башню не очень видно, надо знать, что она есть, тогда, конечно, повернешься и ее увидишь. Казалось бы, не перестройки архитектурной в Петербург, хранение старого его вида, божественного, лучшего в мире, наверное, как ансамбля, конечно. Казалось бы, это делает город, отбрасывает вот в такую замшелость, музейность и провинциальность. Мне кажется, что Петербург никогда не был провинциальным и в формуле знаменитой, уже набившей оскомину формуле Даниила Гранина «Великий город с областной судьбой», мне видится все-таки здесь какой-то крен идет, мыслительный, афористичный крен на судьбу учреждений. Вот в этой фразе мне слышится «Великий город с областной судьбой». Это что, у жителей была областная судьба? Это что, у ученых была областная судьба, у творческих людей была областная, у писателей, у художников, ну, может быть, там, актерам было тяжелее на ленинградской сцене, чем в Москве, и поэтому все-таки эмиграция шла из Ленинграда в Москву, а не наоборот, за легчайшими исключениями. Наверное, актерам, да, но всем остальным, было ли у ленинградца, у петербуржца ощущение провинциальности? Я не знаю, у меня не было, может быть, потому что я других городов не знал тогда, к своим 33 годам, я жил только в Петербурге, и кончилась советская власть, но провинциальности не было, у меня нет этого ощущения. Есть ли, была ли у кого-нибудь, есть ли сейчас вот это вот, вот это вот чувство провинциальности? Друзья, скажите. Ну, небольшое, а чем она определяет? Валентиальности это что? Я скажу такой пример, что когда сейчас приезжаешь из Москвы, и мы в Москве обсуждаем активно всякие разные, не знаю, театральные премьеры, какие-то скандалы, что-то еще, и когда ты приезжаешь в Петербург, ты понимаешь, что здесь этого нет вообще, они не знают этих людей, не знают про эти вот какие-то скандалы, кто куда сел, кого куда наказали, кто на кого наехал, это вообще здесь... Это провинциальность или бедность? Это финансовая недостаточность? А провинциальность это что? А почему финансовая недостаточность? Это, в общем, не связано с деньгами, скорее связано с отсутствием вот этого, что ли, какой-то среды, в которой мы находимся в Москве, не знаю. Но это искусственная среда, то, что вы говорите, это искусственная среда, здесь искусственные тренды различные, здесь же Москва, это такое огромное рестальще, огромное поле битвы для вот истинных провинциалов, которые приехали из очень разных городов необъятной нашей страны и привезли с собой амбиции, шиванство, желание пересидеть друг друга, а женщины, соответственно, значит, пере... не знаю, какой глагол тут подходит, но, в общем, так как-то перекрасивиться, что ли, чтобы, значит, выйти замуж за самого успешного, богатого, про которого говорят, вот эти бьюти-блогеры страшные, да, красавицы с мушиным мозгом, которые богатеют тем, что себя показывают, это особая такая витрина, они часто приезжают из южных городов, где красивая раса такая у нас живет, красивая, Украина, вот эти южные города, там просто удивительно красивые женщины и есть что показать, поэтому они как бы становятся вот этими видеомоделями, а когда начинают разговаривать, то, боже, вот, господи, вырви им язык, московский скандал, который, может быть, петельцы не заметили, такая женщина, Регина Тодоренко, я тут про нее раньше не слыхала, она разговаривает так, ну а почему вот это, она говорит, что муж ее бьет, а что ты сделал, чтобы он тебя не бил, и пахнуло на меня, вот эта речь, эта интонация, это все пахнуло каким-то, таким селом, понимаете, такой Шолохов какой-то, из Черновиков, оттуда откуда-то, вот где бьют, и женщина должна что-то сделать, чтобы он не бил, и вот эта, значит, красавица, она там, ах, она потеряла какие-то рекламные заказы, это чисто московская история, это, это как-то, ну, я не хотела бы, чтобы в Питере столичность выражалась вот в таком помойном ужасе. Это даже не про это, это про то снопство, которое мы с собой тоже привезли в Москву, ну, я скорее про то, что... весь мир такой, можно я про провинциальность, потому что у Бланкича проскользнула так среди фраз это провинциальность, музейность рядом. Это очень важная такая оговорка, потому что действительно это такое старинное представление о том, что музейность, провинциальность, замшелность, что-то такое не развивающиеся. У меня идет вечный спор был всеми с руководителями города, он говорит, ну, Михаил Борисович, наш город, конечно, город-музей, но нельзя же жить в музее. Так это в 19 веке, может быть, нельзя было жить в музее. Мой ответ был всегда простой. В музее жить можно и значительно лучше, чем на строительном судостроительном заводе. На самом деле, музей сегодня, вообще, по большому счету, это своя экономика, своя этика, этот целый мир, который прекрасно живет, может жить и без посетителей, и без всего, и который определяет, действительно определяет город, и во многих местах музеи все больше и больше определяют облик города, и его экономику, его жизнь, его культуру, поэтому никакой тут, вот это немножко связано с таким немножко старинным представлением о провинции. Конечно, эта история с областной судьбой совершенно дурацкая фраза, кстати, ее не Венесанчий часто употреблял, но я не помню, где это читал, кто-то до него употребил, совершенно дурацкая, потому что никто, действительно, никогда себя не ощущал. Ощущали, наоборот, причастны. Москва рядом, это вот сейчас, когда я приеду, сказали, из Москвы, Петербург, а еще лет 20 назад это было очень просто, Петербург, Ленинград, Москва, Петербург, Москва, сел, поехал, поехал, выставка там, выставка здесь, спектакль там, спектакль здесь, это был вполне, вполне единый мир, оно сейчас такое есть, в Москву нужно, нужно приехать, зарядиться немножко электричеством, потом приехать спокойно поработать в Петербурге, в Ленинграде, это всегда так было, и поэтому, другое дело, что Петербург можно считать столицей российской провинции, это другая вещь, российская провинция это мощная такая вещь, это то, чем на самом деле живет и питается Россия, в этом смысле Ленинград, Петербург, который питает, питал и Москву, который питал, и особенно вот сейчас мы вспоминали, Уран, Сибирь, сколько во время войны Ленинград туда уехал, осталось, и как сформировалась вся интеллигенция всей той части, Россия это такой мощный организм, который все время от себя почковал, рождал людей и до тех пор, пока из Петербурга уезжают и занимают хорошие места по всему миру, значит, Петербург их генерирует. Вот его такой великий смысл, в этом смысле он остается таким вот столицей большой буквы, а не маленькой. Но в этом слове одно дело, в провинции, в слове провинции нет никакой ущербности. Вот провинция это особый способ жизни, это не петербургский способ жизни, но он сам по себе совсем другой, а Петербург, он Петербург, у него несколько имен, да, пока не забыла. Я совершенно согласен с Михаилом Борисовичем, я совсем не ставлю знак равенства между музейностью и замшелостью, не боже мой, я просто плохо выразился. Для меня ощущение музейности это проявление большей сознательности. Музейный человек это человек сберегающий, в самом лучшем смысле консервативный, это государственное мышление, скорее, свойственное музейному человеку, это понимание того, что нельзя ничего нельзя разбазаривать, нужно хранить, понимать и постигать. На музейном сознании стоит, на мой взгляд, и страна, и государство, и сам человек. И вообще это основа европейского существования, ведь другие культуры, не европейские, они не знают понятия музейности совсем, да, ну, не знаю, там, великая страна Китай с величайшим прошлым, мы еще тут по деревьям лазали, а там уже интересовались, как съездить далеко-далеко, за много тысяч литв, посмотреть, что там есть. Но там не было музеев, там как бы все принадлежит императору, естественно, и все хорошее, он берет себе и набивает свои там сундуки и дворцы, но идеи сохранения чужой культуры в виде вот объективации такой, музеификации, этого нету, это вообще нет нигде. Это Европа, когда ты вдруг дорастаешь внутренне до некой такой высоты духа, что ты оглядываешься вокруг и видишь, мир прекрасен, разнообразен, загадочен, богат, надо сохранить, и он летуч, он разваливается, он не ценит свое, надо сохранить, 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 и вот сама идея музейности и идея европейской культуры это единая вещь, это многие забывают, сейчас в любой дыре музей так называемый, где-нибудь мамонт пробежал, вот будет музей рогов мамонта, что очень почтенно, я говорю не в насмешку, но я говорю о том, что идея музейности пронизала теперь весь мир, а раньше она пронизала только Европе, с его, с ее передовым ощущением, вот того, куда может дорасти человеческий дух, но я еще хотела сказать просто относительно вот провинциальности, мне кажется, есть три стадии, есть столица, культурная столица Петербург, она культурная столица, потому что там постоянно он производит этих людей, которые действительно разъезжаются в разные энергетические места, Москву, например, есть Москва, вообще специальное место, и есть провинция, провинция очень хорошее место, часто хочется уехать туда, в какую-нибудь кострому, поставить себе герань на окошко, повесить белую кружевную занавеску, и так вот и жить, а чтобы в полисаднике вот эти желтые цветочки, жаркие, чтобы вы стояли, вот мечта на старости, но Москва это нет, это ресталище, куда правда съезжаются все, чтобы побороть друг друга и подняться на какие-то иерархические высоты, три, три вот типа существования у нас есть. Можно я про провинциальность и про столичность? Так сложилось в России вот с возникновением Петербурга, что у нас было две столицы, два таких ярких полюса, Москва и Петербург, вот если вы почитаете, как воспринимался Петербург или Москва, ну весь 19 век, конец 18, то Петербург это вот описание, что Белинский пишет, что кто угодно, что Петербург это холодное место, где чинопочитание, где одни департаменты, где чиновники, где заняты зарабатыванием денег, где кичатся своей знатностью, там нет ничего родного, теплого, одна государственная идея, деньги и карьеры, а Москва, Москва это такая столица диссидентская, мягкая, которая живет свободно, у себя там, не знаю, там на Остоженке или на Моросейке в особнячке, не хочет служить, и там могли не служить и Голицыны, и Торбецкие, и кто угодно, не хватало денег без службы, и там был прекрасный Московский университет вольнодумный, и профессора его, и вот там так надо жить, как живут в Москве, немножко лениво, раздумывая, вот как Обломов жил в Петербурге, он такой типичный москвич по своему такому духу, тогдашнему был, а потом, когда столица со своей гвардией, императором, зимним дворцом как резиденцией, служил аристократией, чиновничеством и департаментами, спарилась, все переехало в Москву, а Петербург создавался на больших амбициях, у Петра-то были какие большие, амбициознейшие планы, это было долгое время, очень передовой город, все новинки, даже технологические, инженерные и эстетические, Петербург первый принимал, даже иногда быстрее, чем в Европе, то есть там только появилось, мы уже реализовали, и все это переехало в Москву, потому что, как ни крути, революция тоже была огромным амбициозным проектом, там неважно, как мы к нему относимся, и вот эта вся сила, энергия ушла в Москву, и там появились департаменты, чиновники, чинопочитание, деньги, бездуховность, не знаешь своих соседей, а Петербург превратился, из него вынули вот эту составляющую вот этой вот государственности, но в нем осталось, и он стал таким вольным городом диссидентов, ну как представляется, духовным очень городом, где надо только читать стихи, гуляя по фонтанке, ну, конечно, никакого бизнеса, карьеры тут не сделаешь, но вот эти два полюса, Петербург и Москва, они вот как бы дополняют друг друга, да, ну просто функция столичности, переезжал из Москвы в Петербург, потом из Петербурга в Москву, но вот эта вот наполненность в городах осталась, и два города, они, мне нравится, что они существуют оба, мне нравится, что они так немножко противодействуют, один с другой немножко влюблен, другой другому немножко завидует, и вот это вот перетекание энергии, мне кажется, очень полезным для России, было бы хорошо не делать такой замшелый музей из Петербурга, а живой музей, вот каким еще становятся многие музеи, в том числе и родной Эрмитаж, и вообще, как может быть провинциальным город, в котором Эрмитаж, вы что, какая провинция? Ну, дело, конечно, не в том, какой музей, Эрмитаж, гениальный музей, а самое главное, конечно, это самое красивое здание, Зимний дворец, в котором в мире есть музей. Да-да-да, а какие виды? А виды оттуда лучше? Что видно из этого музея, да, а не только внутри. Я просто хочу сказать, что дело не в том, какие музеи, а во всемирности мышления петербуржца, ленинградца, и при таких музеях, и при других музеях мышление человека, рожденного на бригах Невы, было всемирным, и мировую культуру мы узнавали, ходя по городу, по улицам и по набережным этого города. Это и есть столичность, а совсем не число музеев. Это город европеец, это город сам иностранец себе, ну, о чем уже много раз было сказано. Поэтому, когда попадаешь из Петербурга, если ты там прожил достаточно другие города мира, у тебя все родное, боже, первое ощущение, Мадри, Париж, там, Вена, Стокгольм, это, ты видишь, как же так? Это все одна архитектурная школа, это все люди, учившиеся по одним учебникам, у одних профессоров, это все вот, начиная со второй половины 19 века, со времен эклектики, это все одни и те же, одни и те же, одни и те же. Да, видно, вот Вена, это то, во что должен был бы превратиться в Петербург в мирном случае, или Париж, Авеневаграм, или набережные в Стокгольме, это все наш Петербург, только разбившийся вот сюда такой флюс, вот сюда такой протуберанец, это все наш Петербург, он всемире. Скажите, а вы видите, как меняются жители? Потому что мне кажется, что сейчас достаточно много людей, которые вообще никогда не были в Эрмитаже, даже несмотря на то, что приехали и живут в Петербурге. Это неважно. Я хочу сказать, да, там такие толпы, что истинный Петербург думает, о нет, я с китайцами не пойду, это невозможно, я как-нибудь вот, и этот день не наступает. В среду после семи, в пятницу после семи, отлично, нет китайцев. Абсолютно правильно, китайцев мало, китайцы, русские туристы, хуже китайских туристов. А в среду какой-то павлин прокричит, вообще все уходят уже. Абсолютно правильно, в Эрмитаже, примерно 60% посетителей зимой петербуржцы. Так что нас отличает от какого-то лувра, куда поезжай, действительно, в принципе, не ходит. Ну, там нет, ну, тоже, может и не ходит, да. В общем, в Толпе... Можно я скажу про две столицы, по-моему, это замечательно, нужно поддерживать и развивать идею. Это как двухпартийная система в Америке, которая обеспечивает стабильность истории России. Вот туда-сюда, Петербург, Москва, Москва, Петербург, две головы, Орла, Азия, Европа, вот это все вместе, это и есть то, на чем держится на самом деле Россия. Который очень здорово придумал, он ведь, Москва, у меня есть статья, он предистоит, это для нашей выставки, называется Петербург, сын Москвы. На самом деле, все, что придумал Петр, придумывалось в Москве. Алексей Михайлович все это делал, но там не получалось, он разделил это на две части и получился главарем, который отлично функционирует, слава богу, сколько лет. Алексей Михайлович, вообще прекрасный царь, про него все забывают, очень бы хотелось о нем побольше, чтобы знали, да. Вот не петербургец, поэтому некому рассказать. Но вот я, тем не менее, я тем не менее считаю, что, да, имеется вот три точки, три как бы опорных точки в России, Москва, Петербург и провинция. И это, между прочим, вот это понимание, оно сказывается иногда, есть такой замечательный городок Луховицы, и там огурцы выращивают, там стоит памятник огурцу, такая замечательная вещь, в словке такой, и висят плакаты «В России три столицы, Москва, Питер и Луховицы». Вы знаете, я что хочу сказать, как экскурсовод, вот, да, вот я могу сказать, что самые-самые внимательные, начитанные, глубоко знающие, часто путешествующие, кстати, в том числе даже и за границах, это люди из провинциальных городов, ну, то есть вот не из Москвы и Петербурга. Самые начитанные учительницы, самые, слушайте, у меня есть начитаннейшие работники полиции из небольших русских городов, за Уралом, вот они начитаны, они приезжают, наконец-то Петербург, они все знают, только, наконец, увидеть. Они про это читали. Наконец, увидеть и потрогать. москвичи... Я с вами соглашусь, у меня дочка-экскурсовод водит экскурсии по Праге. Она говорит, что самые лучшие экскурсоводы, самые лучшие туристы из России, из Сибири. Да. У меня есть еще один город, Екатеринбург, Екатеринбург и Перми. Это два города, откуда просто у меня валом идут прекраснейшие люди, они приезжают, ну, приезжают, и меня читают там, ну, мой блог в Фейсбуке, они читают книги, они, когда могут, выезжают там в те же музеи мира, понимаете? Они готовятся. Они готовятся, да. Всю жизнь перед поездками готовятся. Да-да-да, и много очень читают, да. Классно приятно. Вот Перми, Екатеринбург, два самых таких. Это два очень петербургских города. Да, я знаю. Потому что во время войны и Перми, и Екатеринбург были насыщенные петербургской интеллигенцией, и родился театр, балет, и вот так. Сейчас мы скоро открываем Эрмитаж в Екатеринбурге. А в Екатеринбурге Эрмитаж? Да, Эрмитаж всю войну пробовал в Свердловске ведь, а сейчас мы создали центр в той самой галерее, где хранилось, ну, еще хранилось в Ипатевском доме, Ипатевском доме, нет уже больше, а там хранились наши коллекции. Сейчас мы создаем, вот сейчас уже построили центр Эрмитаж Урал, там будет постоянно так же, как у нас там в Казани или в Амстердаме, каждый год выставки, там всякие события, Эрмитаж, Урал будет в Екатеринбурге, и это вот связка, это память о военном пребывании и заботе о нас. Так что будет не только нефть Юралс, но и Эрмитаж Юралс. Да, Эрмитаж Юралс есть будет, Эрмитаж Сибири уже открыт в Омске, Эрмитаж Северной Европы в Амстердаме. А я хотел спросить, как сегодняшние собеседники относятся к слову Ленинград? Я, когда рассказываю о периоде, который происходил в Ленинграде, называю город Ленинградом. Город на Ленинграде не люблю. Но если я говорю нам о событиях, начиная с 1924 года по 1991, я город называю Ленинградом. Ну, это историческая правда, он так назывался. Даже Ахматов, помните, спросили, а почему вы называете город Ленинградом? Он говорит, потому что его так называют. Тогда был Ленинград. Потому что это его название. Это его название, да. Это город замечательный, у которого много имен, а все на самом деле взаимозаменяемы. Бывают пречи, говоришь, вот тебе надо сказать, вот получается Ленинград. Иногда Петербург, Петербург, никто не говорит, так никто не говорит, да, Петербург. А Петроград, Петрополь, это все говорится о Петербурге. Петроград, я-то так честно думаю, что когда-то он будет называться Петроград, потому что это лучше всего, и когда не знаешь, что сказать, то он получается Петроград. Вот у Бродского в Петроградском дыму, да, пролетаем, в каком-то, и часто вот только Ленинград, можно сказать, вот мы привыкли к тому, что если блокада, война, то это только Ленинград. Конечно. А сейчас у нас вот Бродский, или прессии 37-го года какие-то. А Бродский, Бродский, он из Ленинграда, он не из Петербурга. Ленинграда, да. Он из Ленинграда. Я вот в детстве, долго в детстве, вообще слово Ленин в Ленинграде не слышала. Все Питер говорили. Согласен. Нет, нет, все говорили Ленинград, я просто не слышала там слово Ленин. Я не понимала. Я уже поздно узнала, что, ах, это Ленин, оказывается, Ленинград, 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 он Ленинград. Вот так он. Совсем маленький, мне казалось, что там говорится виноград. Почему виноград? Там, конечно, был Град главный, вместо Бурга, на самом деле. Вот это такое было изобретение красивое, лингвистическое. Град вместо Бурга. Это звучало хорошо. Да. Дальше, дальше. Ну да, потому что это от Петрограда пошло. Сперва одно грехопадение было, потом второе грехопадение. Петроград, это как-то честно, что город в честь Петра. Это вот этот пестанк, Петербург, в честь себя, не в честь себя, вот эти такие хитрости, езвитские. Тогда еще стеснялись в честь себя-то сразу, как-то вот. Ну да. Такой костыль в виде святого нужен. А Петроград уже тоже честно, в честь Петра, конечно. Не, ну там такая хорошая, получается, Третий Рим, опять же, Рим, город Петра. Да, там Третий Рим, получается, Город Петра. А Ленинградская эпоха, Ленинградская эпоха, для меня, самая драматическая, вот, когда смотришь на историю города, потому что, как бы, Петербург вдруг политически был отрезан, политически устарел, политически был, ну, то, что называется, запрещен, хотя... И осквернен даже. Осквернен. И Ленинградская память, память Ленинградца, она хранила в себе знания о Петербурге. Петербург присутствовал в нашей жизни. И очень часто, и очень многих он спасал и поддерживал. Когда тебе было плохо, достаточно было просто сморгнуть, и ты видел себя снова в тех же великих декорациях. И они были спасительны и целительны. Это была, это была амброзия для, для жителя города, для, для человека, для которого история пульсирует внутри и безусловно важна. Да, Бетербурге. А у нас нельзя было отнять Петербург. Он был в нас, в ленинградской нашей душе. И вот это, это потрясающая вещь, что он не перестроенный. Слава Богу, что-то, он ехал в Москву, потому что это спасло Петербург. И там, я не знаю, на Невском там, что это, гостиника, как она, Балтийская, что ли, назывался. Единственный перестроенный дом, новый, или может, нет, еще на Солнечной стороне, кажется, что-то там было ближе к моему вокзалу. А так ведь оставался в тех же декорациях, Мойка, Фонтанка, Екатеринский канал, канал Грибоедов. Все оставалось тем же. И это величайшая была, величайший подарок в нашей советской судьбе. Поэтому в Ленинграде была драма, в Ленинградский год. В нас жил Петербург. И когда говорят, что товарищ Сталин ненавидел Ленинград и хотел ему всячески отомстить и поглумиться, может быть, я не знаю, что там в его косматых мозгах делалось, но мне кажется, что он это тоже имел в виду. У них есть Петербург. И он не разрушен. Он в них живет. И он их питает. Вот меня, во всяком случае, точно питал. И я как счастье воспринимаю, что я 33 года своей жизни первые я прожил именно там. Мы начали с того, что человек, который пожил в Петербурге, навсегда инфицирован этим городом. Да, вот я сейчас редко приезжаю к себе на родину, но когда я приезжаю в Петербурге, в Ленинграде, я на дне вот этого огромного сосуда. Мне там покойнее всего провалиться уже дальше некуда. Это нижняя самая спокойная, самая устойчивая точка. Там дом, там мир, там лона всех лон. все верно. Но вот эти декорации, в их фокусе, они не декорации, они настоящие. Даже вот сейчас можно потрогать, они как раз, даже когда он тут чуть подразрушившийся, замшелый, что-то такое, вот подано свечка мне. Если действительно это всегда раздражало, конечно, раздражало в советское время, такой эпизод, когда мы приглашали, готовили указ президента Ельцина в президентском покровительстве Эрмитажа, такой указ существует. Я писал письмо, ни один руководитель советского государства не посещал Эрмитаж в своем официальном качестве. Как интересно. Хрущев прошел в пьяном виде через Эрмитаж на площадь, где была знаменитая Пьяная речь. И все, в Эрмитаж. Некоторые приходили, когда были молодыми, сопровождая делегации, когда они еще не были первыми лицами. Ни одно первое лицо не Хрущев, не Горбачев. И вот Ельцин пришел, потом гордился тем, что он согласился прийти, и он потом говорил, что я был первым. Их раздражало и тут же на каждом углу двухглавой Орлы. Вот Ельцину можно было сказать, вот знаете, вы выбрали правильный Ермитаж, вот тут видите на золотом фоне, а есть на красном, вот вы выбрали правильный, а также всех это было, и никуда не денешь, этих Орлов не собьешь, сбили на подсаде. Вот и сбит, все время это все держалось, сохранялось, ну и это были какие-то усилия, поэтому он, конечно, раздражал, потому что ничего с этим не поделаешь, а это всегда напоминало. Он напоминает, он все время напоминает, он все время немножко ставит место, он что-то возрождает, он готов к разному возрождению. Вот изменились времена и бац, поднялись кресты над всем Петербургом. А между прочим, у нас на Дворцово, Дворцово, в Зимнем Дворце всегда стоял крест и никуда не девался, несколько крестов стояло. Изменились времена и на всех флагштоках поднялись на церкви, да, на церкви Зимнего Дворца. Изменились времена на всех флагштоках, что многие подняли слаги. Эти же флагштоки для слагов, это сразу город повернулся обратно. Вот они стояли готовы, эти флагштоки в хорошем состоянии всюду, и раз, я помню, как мы это, мы поднимали, а потом мы военным говорили, ну что у нас флагштоки, давайте все, на этом городе на ветру должны развиваться флаги. Тоже все. Он все время готов что-то такое подсказать, как надо себя, как надо делать, как исправить, как лучше себя вести и своей судьбой. Тут одна вещь, которую хочется напомнить, что мы говорим, сохранился действительно это единственный мегаполис в Европе, который сохранил свой исторический центр. Но это не просто так. Во-первых, он сохранил себя сам. Он в Петербург отправил французов на Москву, он выгнал правительство, которое почти мессийски свалило от Суды из Петербурга, из Петрограда очень быстро. Слава Богу, я тут молиться каждый день благодарен. Да-да. Выцелел. Он такую блокаду сделал, которая сохранила все. Но кроме того и люди ведь постоянно что-то такое делают, чтобы как-то сохранить центр. Вот вся история строительства Московского проспекта с этим большим зданием. Это же, я не знаю всех деталей, но это архитекторы придумали туда направить центр Петербурга, чтобы центр остался. Когда-то еще в начале века Фомин и другие делали Новый Петербург, где сейчас голодай хотели создать. Жалко, что не получилось. Есть рецепт. Жалко, очень красивый был. Но вот сейчас получается, может быть, славный что-то там получится. Потому что есть один рецепт спасти центр города, это двинуть, создать второй какой-то центр, чтобы куда-то что-то сдвинулить. Иначе не получится, иначе будут преступления. И только когда мы говорим вот какие ужасные вещи. Сейчас не забывайте, у нас преступления архитектуры достаточно много в Петербурге. Спас на крови изуродовавшиеся. Видит такой диссонанс московский. Все торговые дома в этом адмиралтействе, в этом коре адмиралтействе, которые ужасные, все изуродовые. На мой взгляд, дом Зингера, который с американским флагом напротив. Дом Елисеева. Елисеева еще как-то меньше, а этот еще с таким очень вызовом. Вот это на Невском стоящий столе. В итоге дом Зингера уравновесился с храмом Спаса на крови. В итоге они два таких чужеродных серифмовались. Они создали такую американскую московскую компанию. Все время идет какая-то борьба и драка. Это не просто так. Это сопротивление материала, сопротивляется сам город, потому что город сильнее всех нас, но есть душа. Но и люди в нем все время сопротивляются. Конечно, башня на Лахте некрасивая, но она такая некрасивая, что ее не очень заметно. Там же трубы, все трубы были, три трубы всегда были. Вот и она там торчит себе. Не страшно, достаточно уродливая. Она была бы страшна вот там напротив Смоль, вот там она была страшна, она бы давила бы на все. Так что какие-то все время движения происходят и город умеет себя защитить, а мы должны ему немножко помогать, что вообще на самом деле происходит. Все это не так просто дается. Вот это сохранение всегда требует очень больших сражений, истерик, криков, интриг и многого всего. Меня очень волнует и вдохновляет одновременно народное сопротивление варварство, вероломство, которое не в памятниках архитектуры сейчас происходит, а вот много где в городе срывают тайком от жителей старые двери со старыми и заменяют на безликое ничто. Хотел сказать ничто, но ничто Петербург должен говорить через че. Петербург на ничто заменять. Вот это ужасно, конечно, потому что идешь по петроградской стороне, по маленьким уличкам с обычной эклектикой, ничего особенного, так мило, привычно с детства, и вдруг это новые двери. Ну ладно, когда их меняют там на железные в 90-е годы, это было хотя бы понятно. Сейчас-то что? Прекрасная дубовая или какая-то сосновая дверь с лепниной, со всякими наворотами старыми. Ужасно приятно. Раз, нет, просто филенка стоит какая-то безликая. И страшно много в Фейсбуке, вот я читаю, сидя в Праге, не могу в этом убедиться ежедневно, читаю, как защищают свои двери входные. Ужасно приятно. Я знаю, что я был бы активистом защиты старых дверей. Не только двери, остатки метлавской плитки, остатки витражей, старые, растекловка, окон, вот стараются защищать везде. Абсолютно. Иногда не очень бросается в глаза, иногда это просто вот такая игра матовым стеклом и прозрачным. Да, да, да. Вот вы знаете, что, да, вот слава богу. Но такая прелесть. Там, где, особенно там, где расселили коммуналки, но не обязательно, но все-таки, вот по Петроградской стороне, там, где расселили коммуналки, там люди стали страшно придирчиво и бережно относиться к своим подъездам. Они заперли подъезды, все через ключи, они все почистили, они сколько могли, отремонтировали. И иногда это с хорошим вкусом ремонт, иногда нет, к сожалению. И они берегут вот эти свои, значит, стекла цветные, хотя почти все были растащены в конце 80-х. Да. И я просто, я помню, какие-то люди ко мне обращались, но я даже не помню, кто. Я просто сразу уехала в Америку и вообще даже контактов не было. Какие-то питерцы, которые подписывали какие-то бумаги, ходили к начальству, просили, чтобы оставили в покое эти витражи. Потому что они говорят, что каждый день выбивают, вандализм происходит. Это даже не расхищение, как часто было с дверными метными ручками. Люди брали себе на дачу. Или спингалетами, да. Или спингалетами, да. А это было именно вандализм. Это вообще была такая эпоха вандализма, конец 80-х и 90-х. Но сейчас, значит, вот пошел вал назад. Я ходила на экскурсию, есть экскурсоводы такие, которые водят по закрытым подъездам и показывают вот эти замечательные вещи. Там есть договоренность с жильцами, что вот этому человеку можно, у него есть ключ, все равно смотрят сурово, кто такой, кого привел, но все очень аккуратно. И вот показывает невероятные сохранившиеся вещи. Это упоительно совершенно. Вот эти вот экскурсии по закрытым, тайным этим подъездам, ой, ну просто невероятно. При том, что в том, что вот камины, которые стояли сразу в холле, так сказать, при входе, они были замазаны масляной краской. Еще это разрисовано бывало в разные какие-то дикие цвета. Да. Да. По мрамору масляной краской. И вы знаете, бывали такие случаи, вот, например, есть дом на Петроградской стороне, тоже один, и там еще в конце 90-х в него, он жилой, ну, дом Эллерса, на самом деле, Наренгина, да, вот этот вот. Он жилой, но первые этажи там заняты какой-то фирмой. И эта фирма на свои деньги, подняв чертежи, потому что они сохранились хорошо этого дома, восстановила витражи, которые там были. ЖЭК пришел и витражи разбил, потому что по их документам там должна быть обычная растекловка, чтобы можно было проветривать. Они отстояли только внутреннюю часть, часть витража, а вторые обычные стекла. Вот такое отношение. Я бы там была, я бы уничтожила этот ЖЭК. Я бы его уничтожил, я бы не дала ему жить. Они все, понятно, какие у них, какое рыльце, в каком пушку ЖЭК. Это все совершенно понятно. Поэтому я бы вот через это действовал. Мне даже кажется, что это какое-то, знаете, вот не всегда же они проявляют большое рвение, да, ну, ЖЭКи в каких-то своих обязанностях. А вот как что красивое появится, вот это обязательно надо уничтожить. Ну, конечно, ненависть красивая. Знаете, вот это вот такая вот ненависть к какой-то раздражающей красоте, какой-то эстетике, которая... А вот этот вот свежий скандал с замазанным граффити про Бродского, буквально, потому что какая-то завхоз в этой школе приказала взять и замазать. Завхоз, напротив музея Бродского забор, и на этом заборе художник, значит, перевел туда картину, но это делается как-то... Это не художественное произведение, но это... У него там своя технология он делает. Своя технология. Короче говоря, картина, значит, Бродский, который смотрит на свои окна. Замечательный проект. На желтой стене вот он стоит, и он, как всегда, такой задумчивый, печальный, и смотрит на эти окна. Так что же, завхоз школы, чей забор, приказала замазать... А он там еще и курит, потому что, он рекламирует курение. Он там с сигаретами. По желтой стене белой краской вот так вот замазано. Сегодня он же желтый, она уже ровненькая вся. Я прочел объяснение в Фейсбуке, что я вот за что купил, за то продаю, что это связано с запрещением генерал-губернатора, что бы то ни было, какие бы то ни было граффити... На казенных учреждениях. Ну вот пускай губернатор приходит и сам кистью все это дело замалюет. Я передам им. Пожалуйста. Тут две вещи. Во-первых, это, к сожалению, это маленькое проявление того, что нам всем сильно грозит вот сейчас после коронавируса. Регулирование жизни, которое как бы изнутри будет идти. Тут тоже фотохоз, у него должна быть чистая стена, должно быть разрешение для того, чтобы кто-то повесил. Вот у нас теперь будет продажа в музее билета онлайн. Если у вас нет компьютера, вы не купите билет. Ну так не будет, мы исхитримся, но все равно. И так далее, и так далее. Очереди, два метра, это все. Вот это стремление к регулярности, которое вообще-то в Бургии национально заложено есть, оно прямо сочетается с отсутствием вкуса и нормализма. Приходится... А пока нет планов, когда Эрмитаж откроется уже? Еще пока непонятно. Ну пока мы высчитываем, это все зависит от того, когда будет разрешение вообще закроет, ликвидировано, изоляция, после этого где-то месяц мы должны подготовить музей. И как бы прекрасно... Ну мы думаем, что в июле, наверное, откроется, а начнет работать уже в июне. Собственно, если не уходят посетители, это не значит, что музей не работает. Ну я знаю, я смотрю все ваши ролики, прекрасные, кстати, сейчас. Выходить, люди начнут выходить, ресторанторы... Они начинают сейчас резко снижать, ну, эти меры, убирать эти меры. Сегодня, например, впервые вижу такое сообщение на обычном месте. Эхо Москвы, по-моему. За сегодняшний день выздоровело столько-то человек. А раньше было, за сегодняшний день умерло столько-то человек. То есть у них пошел перевал. Они, значит, дано пожелание, если не распоряжение для СМИ, чтобы уже посылали утешительные новости, потому что количество заявлений от понимающих людей, академиков медицинских, главврачей, заведующих какими-то НИИ вирусологии, а те кричат криком. Нельзя носить маски, нельзя носить перчатки. Только если ты в густой толпе, да, там может быть есть смысл. Но вы по улице идете, вы с ума сошли в этой самой маске идти? А людей ловят, бьют. Сегодня тоже замечательный ролик, замечательный в этом смысле. Мужик шел без маски в каком-то пустом центре торговом, не помню какого города. Поймали, шесть человек заламывают руки, здоровье ему прибавляют. Вот. Так вот, пошел какой-то перелом, пошел какой-то перевал, и это аналитики связывают с тем, что скоро всякие выборы, перевыборы и парад, не нужно уже прийти к этому параду, о котором договорились, желательно прийти без масок. То есть... Это большая конспирология. А есть малые люди привыкают к двум вещам, вот привыкли. К тому, что очень хорошо удален, значит, прекрасно вот получается, можно руководить удаленно, почему-нибудь нет. И второе, что нужно, больше регулировать, регулировать, регулировать. Уже изнутри идет какая-то потребность того, что правильно поставили, допустили, правильно по порядку было. Вот это внутриидущее, она опасность этого нового мира, и нам нужно как раз в сфере культуры выбирать. в какой степени зарегулированность, интернетность должна и дальше нас как-то болить и нам руководить изнутри. Михаил Борисович, мы вас прервали, вы рассуждали о причине запрета на это граффити с Бродским. Вы сказали, первая причина, это то, что нужно просить разрешения на это, а вторая, что... Да, нужно просить разрешения, а вторая, что люди не понимают это действительно раздражающе. Бродский вообще-то очень хороший раздражитель, сильно раздражает. Как он ухитрился, он как тогда раздражал, так и сейчас он раздражает очень хорошо. Мало поток, который... Поэтому это одновременно есть разрешение и раздражитель. На самом деле, надо было как-то договориться и сделать, чтобы это... договориться, чтобы разрешить, это было бы не слишком сложно. Ну, это каждый раз по-разному, когда нужно договориться, сделать, а когда, может, наоборот, нужно, чтобы произошел маленький скандальчик, и тогда можно... Да, скандальчики лучше все-таки. Вот, если договариваешься, тебе скажут нет, как правило. Ну, это всякий чиновник, а завхоз, естественно, чиновник, потому что он не принимает решения, а ретранслирует пожелания власти. Проще сказать нет. Поэтому не спрашивай, и, может быть, проскочишь. И могли бы проскочить, то хотя бы сохранили этот... Пока губернатор там не пришел на это дело ужасное смотреть, проскочили бы хоть юбилей. Так нет, вот даже вот 24-го юбилей, но не дали даже... Мне почему-то кажется, что, ну, если бы были другие погоды, если бы не было карантина, если бы вообще мы были более итальянистые, то народ по ночам восстанавливал бы эту графику. А если бы граффити был изображен наш губернатор? Вот. Вот можно по лицу ему кистью? Или не губернатор? Да. Это оскорбление власти. Теперь у нас на все это есть законы. То есть нельзя замазывать изображенную власть. Вообще в Китае бы, конечно, не допустили замазывать лицо императора. В Китае бы не разрешили даже подумать о том, чтобы повесить портреты от Армвилева руки сразу. На китайской стене. На самом деле, по-моему, я думаю, блестящим образом отметили на самом деле День Рождения. Ну, в общем, да. В общем, это очень по-бродски. В этом месте и так он, правда, такой большой, смотрящий на балкон, хоть немножко побыл, но уже... И хватит. А помните, Бродский ведь мечтал быть инкогнито всего на один день. вот он... Кстати, Он будет посвящен. Это вот действительно вот это инкогнито, он и пришел. Я думаю, что ему это понравилось. Да, да. Вы знаете, стал еще одним таким привидением, духом стены теперь, да, таким. Да, теперь... Вот Петербург. Вообще-то дом фантастический-то, да? Дом фантастический, весь дом, вот этот народик. Вот теперь в подранные раньше не войти. Вот теперь парадные охраняются, когда мы там болтались по городу, да? Любые парадные можно зайти, все эти парадные мы знали. Это было любое любимое занятие шляться по парадам. Смотреть витраж там, такой-то витраж, я помню, сегодня набор витражей там. А мне еще, знаете, кажется, почему... Мне еще, знаете, почему вот этот запрет на это граффити мог быть, так сказать, вторая, задняя могла быть мысль? Дело в том, что это место могло стать пультовым. Оно могло вызвать такое собрание всякой богемной и не очень трезвой молодежи. Как стена Цоя. Да, совершенно верно. У нас в Праге есть стена Леннона, например, в старой части города. Ее никто не замазывает. Или, по крайней мере, она в недавнем времени еще была. И там, конечно, паломничество со всего мира туда приезжают, свечки там оставляют, добавляют какие-то надписи. То есть, власти могли подумать, что вообще вся эта школа скоро будет не видна под этими граффити. Это, потому что только дай народу волю. Стену. Дай народу стену. Само выразиться. Интересно было бы посмотреть. Потому что Бродский и Цой это совершенно разные вещи, да, и разные, как мне кажется, разные два образа культуры. Да, но в каком-то одном смысле они сходятся по поданию по какому-то Для нашего поколения они, в общем, были фигурами одного примерно порядка. В общем, да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это принципиально. Они в одно время как-то были, стали... В одно время, да, Вы смотрите с другой высоты. Они оба культообразующих человек. А вот что образует культ? Что образует культ? У меня была такая теория в свое время относительно... Есть некоторые мифологемы, которые являются культообразующими. Например, выбрасывание персидской книжны за борт. Наш герой женится на иностранке высокого происхождения. И не нужна она ему. Он ее выбрасывает за борт. Такими героями являются, например, Высоцкий, культообразующий. Он женится на иностранке высокого происхождения, на Марине Владе. И она ему не нужна, он с другими женщинами живет. Есенин, человек из народа, культовый герой для определенной части российского населения. Он женится на иностранке Айсидоре и Дункан. И не нужна она ему. Пошла вон. Значит, развод, ссор и так далее. Вот это выбрасывание Книжны. Книжны. Оно все время повторяется. Если кто где вот так вот себя ведет, то есть я хулиган, я такой, я сякой, я, значит, являюсь каким-то, значит, вождем для определенной группы людей, я очень лихой. И женщина, тьфу, мне эта женщина, выбрасываешь. И чем ценнее выброшенная женщина, тем, конечно, круче парень. Конечно, пренебречь это круче, чем добиться. То есть добиться и пренебречь еще, оскорбить. Так что вот культовость, она иногда, а здесь идет другая культовость. Вот ранняя смерть, например, несправедливые гонения. Вот ну, действительно, какую карьеру делают нашему рыжему? Ахматова сразу просекла, что здесь делается культовая фигура. Она сама из себя делала культовую фигуру, она немножко понимала в том, каким образом это все вещи. В механизмах, да, в этих. Привет, Жонковскому. Но это действительно то, что это вот правильно сказали, что хотел приехать на один день инкогнито. И случилось по слову его. Он появился у своего дома на один день инкогнито. А он так и сказал. А так и сделано. И завхоз, который вряд ли имеет какие-то значит сложные там политические цели, а просто а неча. А что тут? А неча. И она выступает в роли судьбы, которая замазывает его твой день прошел. Судьба Савельева. Это Судья Савельева. Да, да. Это город так распорядился. Это город так распорядился. Да, это город, в котором найдется место любому призраку. То император, понимаете, высовывается из окон инженерного замка, то я помню в одном дворе, там, где наш старший брат живет, Михаил Никитич, это значит улица Маяковского, такой второй двор, там уже тихо, глухо, прекрасно, дом, собственно, 18 века, конца 18 века, вот, выхожу и из подвала двое очень заморзанных рабочих тащит очень заморзанную трубу, что такое старое, он там прозрел, и, значит, они тащат его и я привычно жду какого-то мата, потому что тащить-то неприятно. И один из них вздыхает и говорит второму, есть многое на свете, друг Гораци, что-то и доступно нашим мудрецам. Я охнула, крякнула и пошла и подумала, вот Петербург. Да, наши алкоголики, наша рабочая особая публика петербургские философы. Петербургу все еще принадлежит статус культурной столицы, на ваш взгляд? Я, если скажу, все испорчу сразу, потому что во-первых, это полная чепуха, Петербург великий город, город великой культуры, генератор культуры и так далее, но столица вот в этом смысле подходит, а главное известно, как это произошло, то есть очень неприятно. Есть нормальные европейские обычаи, что объявляется культурной столицей, там Европа какой-то год, такой-то город, и все там собираются в обычные большие города. Была идея сделать то же самое в России, сделать вот первую столицу, культуру столицы, Ленинград, Петербург, а потом дальше, дальше. Но это были 90-е годы, когда все думали только про деньги, все события поставили столько денег. И идея была такая, вот так же как было с Олимпийскими играми, давайте Олимпийские игры, Петербург, денег будет проиграли. Так и тут, вот культура столицы, а вот еще никто ничего не сказал, еще так обсуждался, почему нам не дают деньги, мы культура столицы, как-то так пьелось, что это стали говорить из инициативы вполне такой гибкой, это такой штамп, причем все время он дальше выливался в то, что вот мы культура столицы, как-то быстро стали, а почему деньги не дают, а почему нас унижают, почему у нас что-то, что-то и так так. Это совершенно непродуктивная идея, мы, Петербург, ничего тут особо не надо говорить Петербург и Ленинград, Петроград, то, что мы генерируем культуру и никуда она не денется, потому что никуда не денется, не так развивание, ничто, это другой разговор, так, что-то нам не нужны лишние титулы, да, мне кажется, там еще наложилось на этот бандитский Петербург вместе с культурной столицей появились два штампа каких-то. Да, это тоже получило. Это при этом было культурную столицу получить и бандитский Петербург. Ну и на самом деле этот штамп культурная столица, он так модифицировался, как, знаете, кубик Рубика, он перекручивался. Была древняя столица Москва, была новая столица Петербург, была северная столица, да, есть так, культура, была северная столица, было две столицы, была потом, значит, музейная столица одно время я слышал такое выражение, ну а потом возникла культурная. Совершенно верно, я согласен, Михаил Борисович, что это пошло из Европы, где там, скажем, существует формальная столица, официальная, существует самый столичный город, какой-нибудь там Нью-Йорк, в штате Нью-Йорк столица вообще город Олбань. Кто в нем когда был? Ну, кто-то, наверное, был. Это маленькие университетские городы, формально столичные, или там в Калифорнии столица Сакраменто, а все думают, что либо Сан-Франциско, либо Лос-Анджелес, ничего подобного. Так что, так и в Петербурге, вот есть как бы музейная столица, культурная столица, пусть будет, это штамп, это уже такая пошлость, но вот исторически она связана с тем, что столица там, столица здесь, как не поймаешь. Солнечная Заячка. Мы одновременно Северная Венеция и Северная Пальмира. Да, да, Северная Венеция, это верно. Да. Ну, с Венецией просто мы спорим с Амстердамом, я всегда говорю, у вас, конечно, правда, больше каналов, но у нас замечательная венецианская живопись, у вас нет, поэтому разбудилась. А Пальмиру не называли Южным Ленинградом? Пальмиру пока нет, хотя вот теперь можно две сады идешь. Интересно, что из таких городов на самом деле мне показался больше всего похожим город Рим, ну, то есть, вот Рим прям один в один, особенно, когда вечером идешь, полное ощущение, что это Петербург. В Венеции такого ощущения не было. Вдоль, вдоль первомедицинского института, больницы Эрисмана, да, я когда попала в Рим, то я сразу попала и говорю, так, или минуточку это корпус больницы, потому что, да, это и сознательно, он ведь сначала возникал как бы Амстердам-модель, а потом довольно быстро пошел на Рим с этими площадами, так, что-то все, тут все заложено, тут все архитекторы это закладывали, и многие сознательно, и Рим, и Юристалин тут заложен, там, в инженерном замке, и все остальное, у нас все собирается вместе, на такой, поэтому такой особенный город, у нас все тут есть. Лощадь и монумент, лощадь и монумент, лощадь и монумент. Да, да, да. Полтора часа. Ну что? Это, что такое на фоне вечности? На фоне вечности? Не что? Да. Что такое на фоне вечности? Я даже расчувствовалась, вот, поговорили про любимый город, прям даже расчувствовала. Уже так хочется по нему походить, потрогать, понюхать, ужасно, так вот это самая эволюция. Вот я сейчас приехала, весь город ходит, просто аншлаг на улице. Ну, видимо, сижу я одна, я поняла. Да, есть такое ощущение. Нас здесь преследуют, штрафуют, и черт-те, что делают, здесь просто разгул, у нас разгул бюрократии с помощью полиции. Разгул. А можно, можно купить билет и съездить в Петербург? Можно. Можно. Но вернешься ли ты? Вернешься ли к тому, как обычно, все не очень понятно прописано, что дальше. Съездить ты можешь, а вот что будет? Потом, если ты поехал, а за это время издали новый указ, они каждые три дня, три-пять дней новые указы. Можно, нельзя, да, нет, туда, сюда, под Москву, в Москву, в Москву, в Москву, в Москву, что вообще просто кошмар. Борьба каких-то, значит, идет губернаторов, они делят какую-то будущую власть, они нехорошо себя ведут, они чувствуют что-то, они чувствуют какие-то нехорошие перемены, и они тем самым нервируют несчастное, сидящее по домам, население, а население уже понизило свой иммунитет, потому что сидит в духоте, и некоторые, одни стали стрелять из окна, другие выбрасываются, понимаете, это называют, только чтобы ваше здоровье что-то значило. Вот это ужасно. И никаких ответов, никаких вот выступлений. Мэр Нью-Йорка выступает каждый день, рассказывает людям по телевизору, чего, как, что он думает, что случилось, что они делают. Я не знаю, так сказать, что там пропаганда, что правда утешает или нет, или он, правда, матку рубит. Это вопрос другой. Сейчас, например, там они выпустили Нью-Йорк Таймс, где вся первая полоса занята списком фамилий умерших. И многие очень возражают, они говорят, а зачем вы нам это говорите? Да, люди умирают вообще в принципе. Вы зачем нас вгоняете в тоску, тревогу, страх и все вот это? Может быть, этого делать и не надо. Но у нас никто не разговаривает, никто нам не сообщает. Вот было выступление, там, не знаю, Поповый какая-то, начальник, чиновник, или там Раковый. Что она сказала? Она сказала, пока мы ничего не знаем, потому что мы уже не знаем, что будет дальше. Вот когда мы узнаем, что будет дальше, то мы будем знать, что будет. А пока сказать нечего. Заступление. Ну и ладно. Ну и ладно. Все равно никто ничего не знает. А город, у нас, понятно, в Петрухе город распорядится. Вот у нас 24 часа камера работает на Дворцовой площади. Я внимательно смотрю утром, вечером. Люди ходят. Немножко, потому что они замечательные, ходят иногда побольше, меньше, очень часто ходят парами. Там близко не разобрать, что это парами. Они ходят по два. Больше не бывает, нельзя. А по два ходят. И очень симпатично. И катаются еще на велосипедах и на этих тамах. Все время. И такая прямо замечательная. Вот во дворе, армитажа плохо, там он пустой, вообще даже кошки не привезут. В зале Рафаэля, там тоже один Рафаэль. А на Дворцовой площади как-то так, мировотворенно, спокойно. Город разберется, город нас выручит. Потому что нам повезло, тех, кто в Петербурге, тем, кто из Петербурга, на вас тоже есть эта благодать. Город нас убежит. Михаил Борисович, но кошек регулярно кормят? Да, это у нас теперь, вот только что у меня, я сегодня подписывал, я каждый подписывал отчет, у нас пришли, покормили кошек, все нормально. Службы запасов, у меня много теперь забот, они и фильмы снимают, и кошек кормят. Они у вас совершенно, как это сказать, не сказать наглые, а совершенно снобские. Как-то во дворе я шла, и шел кот, на меня посмотрел, вот так вот, сверху вниз на меня, со своего. Да, я ему уступила дорогу, он шел вот так вот, через этот самый, ну, пересекал двор наискосок, а я тут вмешалась. Смотрела, и так еще плечом. Они высокомерные, высокомерные. Да, да, вот, высокомерные. Петербургский стиль, к вопросу о петербургском стиле, с которым вы говорите. Да, да, да. Причем в этом было столько всего, куда ты там бежишь. Я иду. У них есть имена? У этих котов есть имена? Есть, конечно, конечно, есть. Знаете, все? Ну, там есть, по именам там, там есть и Малючие с названными, там еще, ну, такие очень простые. Они вообще все коты очень простые. Там у нас никаких породистых, ничего, поэтому они действительно такое петербургское. У них все вот разные, у всех есть имена, прозвища. Скажите, как-то меняется вот это знаменитое? Ахилл у нас был знаменитый, Ахилл, который предсказывал футбольные матчи, он сейчас предсказывает, но его взяли в дом. Миша несколько признаков. У меня вопрос про знаменитую питерскую погоду. У меня полное ощущение, что стало намного более солнечным, потому что я как ни приеду, неделями стоит солнечная погода. Это кажется... Испортилось у нас много солнца. Испортилась погода очень солнечно последние лет 20, мне кажется. Иногда бывает родное такое лето в 17 градусов с дождичком, но в основном вот часто вот такое вот солнечное. Есть одно наблюдение, связанное с нашими какими-то разговорами. Она стала все больше похожей на московскую. Раньше была всегда разница большая. Ты приезжаешь, в Москве другая погода, или там через только несколько лет. А сейчас почти, почти совпадает вот то же самое, что в Москве, что в Петербурге. Этого раньше не было. Я не знаю, это хорошо или плохо, но... У нас работа... Погода, она же просто меняется очень быстро, на самом деле. Она может быть отличная через полчаса уже. Спасибо. Я хочу сказать, что в молодости погода никому не мешала. Все было прекрасно. Ты правильно. Да нет, вообще она не мешает. Это абсолютно. Абсолютно. Нет, она никому не мешает, просто все эти шутки, они такое ощущение, что сейчас стали неактуальны. Не, ну иногда бывает. Почему? Вот неделю назад шел снег, можно было пошутить. Бывает. У нас тоже шел снег, так что ничего такого особенного. Я спокойно к этому отношусь. Бывает. У нас еще зато есть, зато у нас еще есть то, чего ни у кого нет. У нас есть наводнение. Ну не то, что ни у кого. Там в Сибири, ой-ой-ой, что бывает. Тут не поспоришь. У нас просятся в поэмы, да, сразу. Да, у нас сразу... У нас все в поэмах. Имейте в виду, у нас по срокам должно быть следующее. Да-да-да, ждем. В этом году, я надеюсь. Раз в столетие. Ну не знаю, уже по времени. Четвертый примерно год. Четвертый примерно год вокруг этого, правда, дамба может не щитит, но, в общем, надо быть готовым. Не было ни малейших наводнений давно не было. Так что тут очень опасно. Вот, а вы как относитесь к этой дамбе? Михаил Борисович, вы как относитесь к этой дамбе? Вы считаете, что это благо или что это зло? Потому что такие тоже были теории, что это плохо, вода в акватории не прочищается, нагонная волна должна прийти, все очистить и уйти, а дамба мешает этому. Я сейчас отношусь хорошо. Раньше я тоже как бы верил, что мне рассказывали биологи, мои коллеги, друзья, я все верил, что все плохо. Сейчас, кажется, с заливом, с маркизовой лужей все не так плохо. То есть, как было, так и есть особенно. Совершенно точно вот эти подтопления, которые были несколько раз в год, когда поднималась вода, мы в наших подвалах мы не знаем, потому что их уже нет. Она где-то, видимо, или бог защищает, либо дамбы, я не знаю, кто защищает, но что-то защищает от небольших молоднейших. Может быть, она на самом деле не работает. Когда ее достроили. Там было очень плохо, когда ее строили, там действительно все гнило и никакого толку. А сейчас вроде бы она функционирует достроен, а потом мы к ней привыкли. Да. Я к ней, я с ней смирился. В отличие от дома Вингера. 35 лет назад, в начале 80-х, знаете, кем я работал? Я работал сторожем на дамбе. И что? Ого. Вот это да. Все, что я сторожил, я приходил вечером, залезал в вагончик, доставал бутылку пива и начал. Начинали сторожить ее. Утром я просыпался в половину шестого утра от того, что каждый раз мне норовили сломать стекло вагончика гигантским крюком башенного крана. Потому что не могли с пьяну попасть в руки ловящего этот крюк. И попадали каждый раз в вагончик. От этого чудовищного удара, как у Феллини в фильме «Репетиция оркестра», я просыпался. А ты прожил дома. Ты одновременно с Володей Герасимовым работал, нет? Да, да, да. Там была чудесная компания. Рассказ Володи Герасимова великого, который знал все. Он знал все, где, что, когда, в каком доме. Это вот Анна. Вам нужно заказать портрет покойного, к сожалению, Володи Герасимова или написать икону его. Это человек, который знал все. Да. Так вот, поскольку Давлад о нем писал, он знал все, у него было семь поддельных пропусков в библиотеке, куда он приходил, исторически, взят он в библиотеке, публичка, и читал целыми днями. Но закончить университет он не мог, ледь было. Так, короче говоря, он все время работал на каких-то таких работах тихих, чтобы никто ему читать не мешал. В частности, сторожил дамбу. И вот он рассказывал, ненавидел эту дамбу, считал ее злом, как и все тогда. А рядом с ним, значит, тоже работала и бухала, женщина-биолог, тоже нигде не работавшая. И вот, значит, он ловит там какую-то живность со дна невы, рыбку или там еще что-то, и попадается крабик. И эта женщина-биолог видит этого крабика и говорит, ура, ура, мы спасены. Что такое? Это особый краб называется так-то-так-то. Он знаменит тем, что ест бетон-дамбу. Вот сейчас они здесь заведутся, съедят эту дамбу, и я не буду. Какая петербургская история. Ну как, завершаем? Завершаем, чтобы не напортить. Говорить-то можно вечером. Да, должна иметь какое-то завершение. А последнее, что я хочу спросить. Вот у каждого из вас, у вас есть какое-то внутреннее ощущение, какого цвета Петербург? Какого он цвета? Зеленого. Как Эрмитаж. Сейчас Эрмитаж. Да. Придется сказать, но не кратко. Во-первых, зеленый цвет Эрмитажа, это изобретенный после Второй мировой войны, он никогда зеленым не был, и думали, что так должно быть. Охрест. Там были разные цвета, он был темно-красный, в конце 19 века. Но есть одна вещь, что было откровение. Как-то я говорил, великий Гайя Оленди, это великий архитектор итальянский, как раз она переделывалась куберидой к Веринале для нашей выставки в Риме. Она говорит, вот теперь очистили Рим, убрали этот урадский, савойский цвет, красноватый, такой оранжевый. Вообще все приближается к тому, как ваш Петербург-Ленинград, который всегда был пастельный. Я так все ошалел, какой у нас Петербург пастельный. А потом задумывается, поговорив, он был испорчен всякими последними, наверное, 30-40 лет разными такими новыми красками, а на самом деле это вот пастельный цвет такой подражающий. И потом у него все пастельные тона, и многие сейчас возвращаются, иногда все там, много было криков, как Строгановский, Голосельский, Белозерский. Но там возвращается этот пастельный цвет. И вообще, нам надо думать, когда-то ученики Матюшина очень много занимались краской пастельной. Сейчас, по-моему, ученики раздрают. Мне нравится идея как вернуться к пастельному цвету. Пастельный цвет все-таки... А Зинни не вернется к Кохриста желтоватой гамме? Есть две вещи. Одна такая демократическая, общественная. Есть вещи, я вообще не люблю общественницы спрашивать, что надо. Я же скажу, что сами все знают. Это как раз мы провели такой опрос. Надо или не надо возвращаться к любому другому цвету, может, ясно, что тут неисторический. И, в общем, оказалось, по опросу мы не голосовали, потому что, простите люди, которые тут часто бывают, им будет неприятное изменение этого цвета, они к ним очень привыкли. В общем, это рано. Поэтому мы в течение многих лет никто не замечает. Постепенно делаем его все более и более пастельным. Замечаем, замечаем. Это одно, замечаете. А второе, насчет Охристова, мы пробовали, понимаете, с Охристом это получается такой обыкновенный германский замок. Германский, говорите, средний руки, не получается вот этого барочного, расстреливского, немножко хулиганского. Поэтому пока не будем, будем ссылаться на мнение народа. Ну, он тоже стал уже историческим с какого-то шестого или седьмого года. У него есть Охристы серенькие, ведь Охристы точно так же, главный штаб был серовато-пастельный. У нас были три главного штаба окрашены в те цвета, которые исторически найдены во время раскопа, когда снимали разные слои штукатурки. Так что, это как с Семенем, можно разные цвета, можно выбирать все одно так, а как и было. Что захотим, то и сделаем. Еще, для меня просто у меня такой цветовой этот слух, поэтому для меня цвет чего-то, он совпадает с названием. Они взаимовлияют. То есть, например, слово Ленинград мне вообще казалось зеленым, потому что буква Л зеленая, мне казался зеленый цвет. И Эрмитаж в этом смысле, он да, правильно, такого цвета, зеленовато, вот так и должно быть серо-зеленое все. А Петроград для меня, он как бы дымный и красно-кирпичный. Вот, 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 красно-черный для меня Петроград абсолютно. Вот, да, я не знаю, это даже может быть потому, что вот эта живопись тех времен, ну, там, и аванты, да, вот эти. Да, и вот вообще эти краски в моде были у художников того времени, там, и у книжек, и у иллюстраторов, но вот красно-черное. А Петербург, он адмиралтейско-желтый, правда? Да. Желтый с такой у меня получается пепельностью, вот, от неба, воды, вот, как будто вот желтизна проступает через такой, да. Николай Первый. Может быть, устричный, устричный такой, вот, не знаю, вот он у меня сырится. Вот это пепельно-устричный, то, что было внутри главного штата. Да. Будем менять. Я обратно. Я за, я за. Ну, что ж, пожелаем удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем огромное. Ну, да, здравствует город, родной. С днем рождения его. Это точно. Надо быть, стараемся быть верным ему. Он доверет всех. Спасибо. Спасибо.